Что касается технологий интеллектуальных, то есть технологий, которые современные, в первую очередь базирующие на информационных технологиях, вещи в городском хозяйстве просто огромное количество применений, огромное. Причем начиная от таких мощных инфраструктурных, например, управления всеми городскими светофорами одновременно. Доказано, посчитано, я даже в этом принимал участие в свое время, 20-25 процентов загруженности можно снять просто, управляя светофорами. Вот если знать, куда что едет, и на основе этой модели мгновенно моделировать ситуацию и применять к текущей, можно. То есть понятно, что площадь дорог эта система не увеличит, но более эффективно эту площадь использовать сможет, например. Или там все, что касается управления энергоресурсами. Представьте себе, хотя бы просто, если вовремя включать и выключать свет, если грамотно управлять отоплением, условно говоря, не сильно топить, например, зимой в вечернее время офисные здания, которых все равно никого нет, то есть потери сплошные, то уже можно там получать и большую экономику, и лучшую экологию и так далее. Если я как-то проводил предварительные расчеты, например, если сделать умную систему утилизации тепла, который так возникает во время всяких вентиляций, офисных зданий и так далее, то вокруг многих офисных центров можно, например, сделать просто незамерзающий тротуар и зимой энергии хватит. Ну, то есть это уже простые же, хорошо, когда тротуар не замерзает, не подсказнешься на нем, это вполне. Вот, и карту сделали, прекрасная вещь, сейчас можно спокойно ездить на транспорте на любом, сейчас платные парковки, ну, там какие-то с ними трудности, но в целом же, мы сейчас о светлом будущем говорим, тоже очень хорошо.